Приветствую всех на своем канале Есть-Поесть и предлагаю испечь печенье, которым можно порадовать родных и близких не только 14 февраля. Для его приготовления подойдет любое тесто для печенья, я буду использовать самое обычное песочное на сметане. Такое вкусное, нежное, рассыпчатое и аппетитное печенье будет, кстати, к любому чаепитию, по случаю или без. Смотрите список ингредиентов под описанием к видео. В чашу измельчителя я сразу кладу муку, добавляю сахар, соль и разрыхлитель, сюда же режу холодное сливочное масло и измельчаю до состояния крошки. Если у вас чаша большая, продолжайте делать тесто прямо в ней, но так как у меня маленькая, я пересыпаю крошку в миску и продолжу, так сказать, вручную. Добавляю яйцо, сметану, подойдет любой жирности, у меня 15%. Размешиваю сначала лопаткой, а затем руками. При необходимости скорректируйте количество муки, так как сметана может быть разной консистенции. тесто должно получиться достаточно мягким и нежным. Кладу его в пакет и убираю в холодильник минимум на 1 час. Затем буду доставать необходимыми частями и формировать печенье. Итак, для первого печенья я раскатываю валик, прижимаю край сначала вилкой, потом подправлю рукой. Оставшуюся часть валика разрезаю сначала на две части, а затем каждую еще пополам. И перекручиваю между собой по две полоски следующим образом. Опускаю жгутики вниз и скрепляю концы между собой под приплюснутой частью. Раскатываю небольшую лепешку и вырезаю четыре маленьких круга. Кладу кружочки друг на друга внахлёст и скатываю их вместе. Получившийся цветочек устанавливаю в центр сердечка. Поправляю. И вот что получается. Для следующего вида печенья раскатываю тесто и вырезаю небольшой круг. Делаю надрез не до конца посередине, а потом еще два по бокам. Чтобы получить две полосочки. На боковых частях ложкой делаю такие насечки. Слегка отодвину эти боковые части, а оставшиеся полоски опущу вниз и скреплю в виде сердечка. Вот таким образом. Для следующего вида печенья формирую тонкий длинный валик. Затем скатываю края к середине, вставляю размороженные вишенки следующим образом и формирую в виде сердечка. Все очень просто. Ну и для следующего вида печенья понадобится толстый валик. Раскатаю его не до конца. Скручу рулетиком раскатанную часть. Карандашом прижму рулет посередине. Разрежу валик пополам, опущу получившиеся части и скреплю их между собой под рулетом. Выпекаю печенье в разогретой до 180 градусов духовке. Время варьируется в зависимости от размера, от 12 до 25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Готовому печенью даю остыть на решетке. Посмотрите, какая получается красота. Кстати, мне тут пришла идея испечь такой же формы булочки из дрожжевого теста. Обязательно надо попробовать. Ну а мой фаворит, вот это печенье с крылышками. Уж очень оно мне нравится. Напишите, а какое вам приглянулось? Посыпала печеньки сахарной пудрой. Посмотрите, какое оно получается хрупкое, рассыпчатое и нежное. Это если печенье тонкое. Печенье со слоем теста потолще, не такое хрупкое. Оно больше мягкое внутри, но хрустящее снаружи. При этом, несомненно, хороши оба варианта. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на моем канале и другие рецепты ко дню всех влюбленных. Ссылочки я оставлю под видео. Делитесь ссылками на мои рецепты в социальных сетях и подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.